Всем привет друзья, вы на канале Flash Games. Сегодня я попытаюсь собрать 11 игроков сборной Франции в одном драфте и выиграть турнир этим же составом. А если у меня не получится выиграть турнир с составом, в котором присутствуют исключительно французы, то тот, кто выполнит мой челлендж, а именно выиграть турнир французами, тот получит самую высокорейтинговую французскую карточку, которая у меня есть. Ну что ж друзья, перейдем к делу, не забывайте про лайки и подписки, ну а мы начинаем. Итак, первая попытка, берем сразу схему 4-3-3, уголь Юрис займет место на воротах, о, Мбаппе, вот это я и хотел, хорошо, дальше у нас неинтересно, справа будет играть пока что Мосалах, Вальбуэна, вспомним старичка, так, Неймар, ну все игроки, не представляющие сборную Франции, они у нас покинут основной состав. Слева Люкодинь, ну пока что неплохо. Сколько у нас здесь игроков, 5 или 6. Собрал я весь состав и по итогу мне выпало 8 французов из 11 нужных мне. Переходим ко второй попытке. Вторая попытка и возьмем на этот раз схему 4-2-4. С Швайнштайгером в роли капитана. Слева у нас опять-таки будет Колумхат Санадой, Люкодинь, опять-таки, скажем, слева Умтити в защите. Дальше Жиго, его оппонент по защите так. Справа у нас Дибюшисть, защита вся есть, хорошо. Но все-таки какая-то слабенькая. Усэм Ауар у нас первый полузащитник. Защитник, Адама, так, Форвард, Батифимбигамис и Самата. Собрал я команду, состоящую полностью из французов, но 3 игрока из всей команды находятся абсолютно не на своей позиции. Так что этот драфт не засчитывается. Третья попытка, берем схему 4-5-1 с Юданом в роли капитана. Нормально. Блин, вот сейчас я выбрал позицию Цапника, хотя должен был СТшника. Нет, не повезло. Эль-Араби, который выбил Арсенал из розыгрыша Лиги Европы. Дальше у нас Мой Гомес. Справа Башта. Зинченко, но на Зидане пока что это закончилось. Ну да. Именно когда я это сказал, выпал Марсиаль. Лежон в центре. И голкипером этой команды будет ОИР. Гуртнер. На этот раз мне не хватило двух французов для того, чтобы у меня их было 11. Этот чувак не считается, так как он СТшник. Четвертая попытка и всего-навсего 6 французов в составе. Пятая попытка и 9 французов. В шестой попытке опять-таки 9 французов. В седьмой попытке я снова собрал 9 французов. Восьмая попытка и наконец 11 французов в драфте. Но, к сожалению, Фикир находится не на своей позиции и это не засчитывается. И, наконец, я смог собрать 11 французов в одном драфте спустя 9 попыток. Вот так вот выглядит состав. Нажимаем финиш. И давайте отправимся играть в турнир. Так, нажимаем симулейт. Классик турнамент. И сим старт. Очень давно я не играл этот режим. В основном сейчас залипает в драфт лига матчах. Так, 2-1. С трудом мы обыгрываем Ниццу. И третий гол Вилан Сиприен. Ставит точку в этом матче. Второй матч против... Что это за команда? Волверхэмптон, наверное, какой-нибудь. Гетц. А, нет. Тортмунд. Блин, неужели проиграем на второй стадии? Столько собирал. Давай, давай, пожалуйста. Блин. К сожалению, мы уступаем Тортмундской Баруси, которая у нас докуда доходит. Думаю, проиграет. Да, Ливерпуль становится чемпионом. И давайте посмотрим, какую карточку я отдам тому, кто выполнит этот челлендж. Я, конечно, догадываюсь, кто там будет. Так, стоп. Блин, Мбаппе, я думал, это Зидан. Ладно, вот, в общем, либо Мбаппе я вам отдаю, либо Зидана, либо Канте. Одного из трех. Отдам тому, кто выполнит данный челлендж. А тот, кто хочет поучаствовать в моем челлендже и выиграть ценный приз, тот просто собирает 11 французов в одном драфте, выигрывает классический турнир и отправляет мне скрин своего состава и скрин турнира, который он выиграл. А если пожелаете, можете из записи экрана включить свой состав, начинайте запись и как вы играете. Мне тоже будет очень интересно на это посмотреть. А на этом, друзья, выпуск подходит к концу. Огромное вам спасибо за просмотр. Не забывайте про лайки и подписки. Ну а с вами был я, FlashGames. Всем всего доброго и удачи.